Всем привет, короткое видео по крипте. Ну что, вчера мы провели лайвстримчик, вот такой вот лайвстримчик. Мы там два часа говорили о том, куда идет биткоин, и так и не пришли к единому мнению, потому что много шартовых знаков. Поэтому, кто не хочет его целиком смотреть, подведу краткий итог. Обязательно навалите лайков и подпишитесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Окей, краткий итог. Вчера мы говорили о том, что очень много шартовых знаков, но тем не менее я подытожил тем, что, ребята, мы все еще в бычьем рынке. И посмотрите на эту картинку перед вами. Как вы можете видеть, из сетки EMA Ribbon она все еще находится в бычьей зоне. Это у нас график без свечей. Вот, если мы посмотрим на свечи, то у нас тут есть постоянные экстремумы, где мы ходим выше, ниже, выше, ниже, вот сейчас выше, и сейчас мы, кстати, прямо на сетке. Но сетка дает нам идеальное понимание картины. Потому что, смотрите, вот у нас был экстремум 20 тысяч, да, 3 тысячи, 14 тысяч, 4 тысячи, 64 тысячи. Все вот эти выпады у нас были на свечах. Но если вы отключите свечи, то вы видите, что не было никаких 20 тысяч, были 10 тысяч, не было никаких 3, были 5 и так далее. Здесь не было никаких 10, были 9 тысяч. То есть средняя цена, она на самом деле шла во флете. И не было никаких вот этих бычьего, медвежьего ралли. Ну, то есть они были, конечно, но средняя цена – это, грубо говоря, честная цена биткоина. И вот сейчас мы видим по этой честной цене биткоина, что мы находимся, во-первых, прямо на ней с вами. То есть когда мы первый раз были на 64 тысячах, честная цена биткоина была вот в районе 23. А сейчас мы уже поднялись с этой сеткой и находимся прямо, тестируем эту сетку. То есть мы в критически важной зоне поддержки, мы должны ее удержать с вами. То есть мы можем кольнуть даже 36-35 в теории, в худшем случае, все равно ее удержать и полететь, если это бычий расклад. Можем даже проколоть чуть ниже, как было вот здесь. Ну, в общем, сейчас очень важный уровень, с которым мы сражаемся. И все, я не хочу делать это видео слишком долгим. Просто посмотрите на сетку, увидите, что она смотрит в бычью сторону вот с этих самых пор. Держите этот факт во внимании. И money flow у нас с вами зеленый по market cipher, зеленая точка. То есть никаких вообще признаков на разворот на недельном таймфрейме нет. Разве что на дневном таймфрейме сетка сейчас загибается в медвежью сторону. То есть, смотрите, мы можем увидеть локальную коррекцию, типа как вот такую. Возможно, еще какой-то мини-дамп. Хотя прямо сейчас, в моменте, когда я это записываю, биткоин неплохо отскакивает. Но на дневке этого даже не видно. Вот эта маленькая свеча. На самом деле еще ничего не значит. На четырехчасовике мы по сетке уже в даунтренде, как вы можете видеть. И отскока даже еще не видно. Хотя вот он на самом деле есть. То есть для подтверждения того, что отскок, мы должны закрепиться выше, сетка должна развернуться выше. И мы пошли дальше наверх. Какое-то такое сегодня видение. И на что еще хочу обратить ваше внимание, так это на индекс доминации биткоина. Потому что она тоже, смотрите, отскакивает. Доминация отскакивает и собирается в рост. И поэтому мы видим, что альткоины отстают позади. То есть к доллару биткоин сейчас отскакивает, растет, но альткоины при этом топчутся на месте. Соответственно, если будет отскок доминации, то альткоины какое-то время будут лагать позади. Некоторые. Некоторые, конечно, будут чувствовать себя хорошо. Но тоже очень важно смотреть на сетку EMA Ribbon. Убираем свечи. И что мы здесь видим? Никаким отскоком еще не пахло. Сетка медвежья на дневном таймфрейме. Манифлоу красный. На недельном таймфрейме я подозреваю, что тем более. Тем более, сетка медвежья, манифлоу красный. То есть, в принципе, индекс доминации идет вниз. Соответственно, мы в альтсезоне. Вот и все, что я хотел вам сказать, ребята. Просто на заметку. Делайте с этой информацией, что хотите. Фандинг, опять же, показывает на то, что большинство шортят. То есть, лонгистам сейчас платят. Вчера вообще здесь все было зеленое. Сегодня за исключением FTX на линейных и OKEX на инверсных контрактах. Но в целом фандинг более-менее отрицательный. То есть, артисты платят лонгистам. Вот и все. Такой вот обзорчик, ребята. Если вам нравится, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Все ссылки в описании. Лучшие биржи, рабочие обменники, хорошие кошельки, полезные видосы. Ну а с вами был Гриня. И до встречи в следующем видео. Всем профитроли. Пока.